Мы продолжаем наш разговор о Еврокубках. С вами снова Константин Калуцкий. И у нас потихонечку начинается серия финальных матчей, которых теперь очень много в Еврокубках. Вот тебе и Лига Европы, и Лига Конференции, и, разумеется, Лига Чемпионов. Ну и давайте сосредоточимся на Лиге Европы. Финальный матч которой, ну, прям, скажем, разочаровал. Вообще чувство какого-то негодования появилось еще, когда мы узнали о том, что Барселоны здесь не будет. Потому что, согласитесь, очень многие ждали, что каталонцы выйдут в финальный решающий матч, что автоматически сделают вывеску максимально интересной и любопытной, но не сложилось. Хави и его дружина вылетели, а в финале встретились Айнтрахт и Глазго Рейнджерс. И хотелось бы отметить, что это, конечно, выдающиеся коллективы по своей истории. Глазго – это один из рекордсменов Европы по количеству трофеев, и команда с сумасшедшим бэкграундом. Айнтрахт – это первая команда из Германии в истории, собственно, этой страны, которая пробилась в финал Еврокубков. Это было, бог знает, сколько лет назад, но эта страничка в их истории была. То есть, с точки зрения былых заслуг, с точки зрения легендарного статуса, да, две культовые команды. Но, согласитесь, в последние годы они в силу разных причин растеряли свой былой багаж. Глазго вообще откатывались в низшие лиги Шотландии. Айнтрахт, ну, ни Шатко, ни Валко выступал в последние годы, поэтому здесь, здесь не было какой-то магии названий. Лига конференции с финальным матчем Рома-Ферринорд, и то смотрится как-то посерьезнее. Поэтому здесь с самого начала многие подошли к этой встрече скептически. И в итоге игрушка получилась достаточно муторной, все затянулось до серии пенальти, и вообще у меня такое ощущение, что самое значимое в этот день происходило до стартового свистка, когда шотландские немецкие фанаты начали куролесить в Севилье, где проходил, собственно, этот финальный матч. В общем, знаете, мало того, что Барселона не вышла в финал Лиги Европы, так еще вот такой удар по испанскому футболу был нанесен. В общем, давайте разберем эту встречу. Она была не самой интересной и событийной, но и здесь нужно сказать несколько интересных вещей. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – компания Балтбет, который предлагает вам специальную акцию, специально для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии, зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод, который также указан здесь в закрепленном комментарии, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Дерзайте, ребята, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к стартовым составам. Итак, здесь в целом по подбору исполнителей Айнтрахт выглядит однозначно круче. Тут больше известных фамилий, значимых имен. Здесь даже есть бывший парень то ли Рианны, то ли Бьонсе, я постоянно их путаю, Кевин Трапп на посту номер один у Айнтрахта, и это один из героев этой встречи, сразу скажем. Три центральных защитника у Айнтрахта, но это, знаете, такая системная вещь. Уже несколько лет Айнтрахт использует именно эту расстановку. Тута, Туре и Ндика. Ну и Тута, который стал одним из антигероев, уже этой встречи, переходя к тому, что происходило во втором тайме. На флангах Кнауф справа-слева Костич, человек, который фактически и вывел Айнтрахт в финал. Помните, что он творил в одной-второй финала? Рода Исоу в центре поля, Рода, которому половину, кажется, первого тайма оказывали помощь, Линстрюм, Камада и Борре. Это тройка атаки. 4-3-3, ой, простите, 3-4. Да, разумеется, схема аналогичная нынешней схеме Спартака. Зато Рейнджерс здесь как раз-таки вышел по схеме 4-3-3, которую я поначалу по ошибке назвал. Мак Грегор, пускай и не Коннор, но неплохой голкипер, на посту номер один. Голдсен Бейси, это на позициях центральных защитников. Баришич и Тавернье, это футболисты, которые закрывают фланги, левый и правый, соответственно. В центре поля Камара, да, тот самый Камара, с которым был связан расистский скандал, когда футболист Слави якобы его оскорбил Линстром. Вот так вот здесь, знаете, забавно, да, Линстром и Линстром. Это уже центральный хавбек Глазго, Джек рядом с ним, ну и в атаке. Кент, Райт и Арибо. Хотелось бы отметить, что здесь в целом, как я уже отмечал, состав у Глазго не такой мощный, как у Айнтракта. Нету здесь каких-то статусных звездных футболистов, уровня там Костича и того же самого Трапа, но так или иначе. Здесь в целом все равно тоже есть на кого посмотреть, есть за кого поболеть. Ну и в итоге, если переходить к первому тайму, ну я не знаю, первый тайм 45 минут беготни. 45 минут средне-темповой беготни, где было территориальное преимущество Глазго, это было заметно с самого начала, шотландцы как-то активнее шли вперед в плане контроля. И процент был 55 на 45 в пользу шотландцев, однако это не приносило им никакого успеха, даже напротив, в данном случае Айнтерахту это было выгодно. Они, опираясь на свою схему с тремя центральными защитниками, достаточно уверенно оборонялись, а вылететь в контратаку они всегда могли, учитывая, что Канауф и тот же самый Костич на флангах отлично разгоняли атаки, а там Борре, нападающий центральный, достаточно неплохо цеплялся за снаряды. В общем, здесь, на самом деле, Айнтерахт действовал прагматично, по-немецки пенантично, и они стремились использовать слабости соперника, потому что здесь, в данном случае, у Рейнджерс все-таки есть определенные потери, есть определенные проблемки в защитной линии, и ими, в частности, пытались воспользоваться, как раз таки представители Айнтерахта. И в результате, в первом тайме, хоть они и владели мячом меньше, но соотношение ударов 11-3. При этом был неприятный эпизод, как я уже сказал, Роде очень долго оказывали помощь, но он смог продолжить встречу, его привели, так скажем, в чувства, и это важный нюанс, потому что, как я уже отметил, есть потери у Рейнджерс, но они были и у Айнтерахта. Не было Хинтерегера, не было целого ряда других важных футболистов, но все-таки, все-таки, как я уже сказал, у Глазго проблем было больше. Это и отсутствие Хаджи, это и отсутствие Морелоса, и целого ряда других важных исполнителей, так что, в данном случае, на самом деле, Глазго было все-таки тяжелее в плане состава. Им даже, по сути, пришлось отказаться от расстановки, которая многими прогнозировалась. Многие считали, что команда сыграет в 3-центральных, а они действовали по иной расстановке. Поэтому здесь Глазго отдали мяч, Глазго владел инициативой в плане контроля снаряда, но создавать опасные моменты они оказались просто неспособны, особенно в первом тайме. И в результате было ощущение, что Айнтерахт, хоть и меньше владеть мячом, но в контратаке свой шанс получит. И, может быть, так бы все и сложилось, если бы не чудовищная ошибка со стороны Тута, который косякнул на ровном месте и позволил Рейнджерс выйти вперед. Ну, такой, знаете, комичный эпизод, но в каком смысле он хоть какую-то живинку этому матчу добавил, потому что в первом тайме не происходило ровным счетом просто ни черта. Периодически там Айнтерахт бил поворотом, но это было не особо опасно. Макгрегор мог спокойно там расслабиться и раскладушечку развернуть. Поэтому здесь количество ударов Айнтерахта ни о чем не говорит. Кстати, у них в целом в этом матче очень много ударов, то есть немцы, что для них достаточно типично для немецких команд, они много били и издали со средней дистанцией, старались довести каждую атаку до удара. В итоге 24 удара Айнтерахта. Вот ведь незадача, из них всего 4 попадания в створ. Поэтому здесь можно было особо не напрягаться Макгрегору. Куда тяжелее было трапу, по его воротам 6 раз прилетело. Так что в данном случае немцы много били, но и у них был изъян. Очень мало попаданий в створ, очень много неподготовленных ударов, когда есть ощущение, что это удар ради удара. Поэтому, да, Айнтерахт выглядел поживее, но их прям расхваливать тоже здесь не стоит. И в результате еще и в обороне привезли, накосячили совершенно нелепый про обычный мяч. И тут уже стало плохо. Ужасно, можно сказать. Потому что в данной ситуации уже Айнтерахту нужно было идти вперед. Таким образом, Глазго чуть больше закрывался. Таким образом, Айнтерахт лишился возможности работать на свободных зонах в обороне соперника, что максимально выгодно для этой команды. И казалось, что все идет к полной заднице. Но, как я уже сказал, у Глазго тоже куча проблем. И сперва они ответили взаимным реверансом таким. Они привезли в обороне, но Айнтерахт не смог воспользоваться этим шансом, пожалел своего соперника. Но, как показала практика, пожалел он соперника для того, чтобы через несколько минут забить. Куда более логичным способом. Неплохая комбинация, прострелы, и Борре сравнивает счет. И вот после этого на некоторое время зашло солнце, так скажем, футбольное, и над полем стало темно, и в футбольном смысле как-то все стало муторно. И в результате у меня было четкое ощущение, что команда уже тупо доводит матч до овертайма. Вот, с одной стороны была какая-то движуха, активность, с другой стороны опасных моментов вообще нифига. Ни у тех, ни у других. Овертайм примерно такой же, вот ей-богу, вспомнить здесь мало что можно. В концовке, в концовке Глазго мог решить исход этой встречи и добиться победы. Глазго мог решить исход встречи, но Кевин Трап выручил свою команду и спас ее и перевел матч в серию пенальти. Вот Кевин Трап, как я сказал, один из героев матча, здесь в концовке потащил, выручил, просто красавчик, спас команду, и в результате дальше серия пенальти, где Лайнкрафта изначально было преимущество. Потому что вратарь у них посильнее, я очень высоко катилю Кевина Трапа, ну и в итоге, да, в итоге здесь, как бы это странно не звучало, но человек, который воспринимается чуть ли не главной звездой в составе Глазго Рейнджерс, а именно Аарон Рэмзи, да, ребят, он теперь играет со Глазго, вот так вот, дошел до сюда, именно он не смог реализовать пенальти, который в итоге и стоил, как раз таки, Глазго Рейнджерс победы и трофея. Здесь Кевин Трап совершил сейв, очередной трудовой подвиг от Кевина, показал он себя в сей красе, Аарон Рэмзи, ну, в общем, валиец здесь подвел шотландцев, так скажем, и в результате победа Айнтрахта. Как я уже сказал, вот этот момент, когда Кевин Трап прямо перед серией пенальти отразил опаснейший удар, вот он, видимо, дал какую-то психологическую уверенность именно Кевину. И он оказался единственным голкиперем, кто совершил сейв в этой серии пенальти. Макгрегор не справился. В итоге победа немцев. Поздравляю, как говорится, футбол играют все, а побеждают немцы. Но, с другой стороны, вы знаете, финал, вот, знаете, чувства праздника какого-то не было вообще, вот, ей-богу. И, на мой взгляд, на мой взгляд, тот факт, что здесь были, ну, нежданчики такие, Айнтрахт и Глазго, ну, не такие распяянные и звездные коллективы, как Лейпциг или Барселона, например, которые также участвовали в Лиге Европы. Это, на мой взгляд, сыграло какую-то злую шутку с финальным матчем, потому что было ощущение, что и Глазго, и Айнтрахт все-таки боятся ошибки. В итоге они ошибок надопускали, просто они опасались ошибок, потому что и те, и другие понимали, еще неизвестно, когда у них будет шанс зацепиться за Еврокубок, за победу на континентальном уровне. И поэтому и те, и другие очень опасались ошибок, действовали достаточно скованно. И Айнтрахт, как я уже сказал, он как бы больше атаковал, больше носился, двигался, но все эти удары, ну, большинство в молоко и большинство не опасные. В общем, знаете, поменьше бы таких финалов, побольше финалов с крутыми вывесками, когда команды играют более открыто, более дерзко, потому что для той же самой Барселоны финал Лиги Европы, ну, что это такое? Они бы совершенно расслабленными, скорее всего, вышли бы на финальную встречу, а здесь было видно, как и те, и другие опасаются ошибок. В результате абсолютно скучный финальный матч. Победа немцев, поздравляю, ну, а Глазго отлетели от Зенита в свое время в Кубке УЕФ, а теперь вот отлетели от Айнтракта. Не знаю, может быть, у них как с Бенфикой, кто-то их тоже проклял, и теперь они финальные матчи Еврокубков проигрывают. Может быть и так. В любом случае, Айнтракт с победой.